Всем доброго времени суток! Меня зовут Ева Лехцер и я рада приветствовать всех, кто заклинул на мой канал. Данный тематический расклад у нас будет на тему, что сейчас происходит в отношениях у партнера с соперницей и его отношения к ней. По традиции у нас будет 8 вариантов. Ваша задача выбрать один из 8, либо ту карту, которая на вас смотрит, и настроиться на расклад. А именно, продумайте, проговорите про себя данный вопрос, визуализируйте партнера и вашу соперницу, если вы знаете, кто это, и выберите ту карту, которая вам будет ближе всего. Итак, настраиваемся на совместную работу. Желательно, чтобы вы это делали в тишине, в одиночестве, чтобы ничего вас не отвлекало, никакие ни шумы, ни посторонние звуки, никакие проблемы. То есть абстрагируйтесь от других ситуаций. Именно тогда расклад для вас проиграется наиболее точно. Итак, как обстоят дела на данный момент у партнера с соперницей? Для тех, кто выбрал первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой варианты. Даю вам несколько секунд сосредоточиться и будем смотреть. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант. А что у них происходит? Перевернутая двойка кубков. Здесь сама по себе ситуация ссоры, либо разрыва взаимоотношений, по каким причинам, неизвестно мне. То есть вы могли повлиять на эту ситуацию, либо между ними возникла какой-то конфликт, скандал и так далее. То есть карта однозначно указывает на то, что сейчас между ними нет взаимопонимания, идут размолвки и отсутствие желания идти на компромисс. Как ваш партнер относится к сопернице на данном этапе? Его мысли. Четверка Пентакли. Несмотря на то, что они находятся в ссоре, у него есть желание за нее держаться. Очень сильная у него ревность по отношению к ней, чувство собственника. Может быть по этой карте он материально вливается в нее, помогает ей, то есть там содержит, либо каким-то образом способствует ее материальному благополучию. Что у него в чувствах? Колесница. Ну, во-первых, здесь может проиграться как желание усидеть на двух стульях, то есть завязывать отношения, развивать с вами и с ней. И позиция, знаете, как в таком контексте двигаться и дальше. То есть ему крайне комфортно, удобно это состояние, когда у него одновременно две партнерши. Но по колеснице могу сказать, что да, чувство у него к ней есть, есть эмоциональная вовлеченность в эту связь и желание эти отношения развивать. Что у него в подсознании по отношению к ней? Перевернутая шестерка жезлов. Ну, это сама по себе ситуация поражения, видимо, она дала ему отворот-поворот. Ситуация, когда мужчина себя чувствует униженным или оскорбленным, или не видит, знаете, как возможности эти отношения возобновить. То есть сама по себе ситуация упущенных шансов в отношении нее. И будет ли он применять какие-либо действия для возобновления их отношений? Перевернутая восьмерка пентаклей. То есть на данном этапе нет, потому что в нем сидит обида, сидит какая-то горечь, какое-то непонимание. И здесь нет желания трудиться над восстановлением этих взаимоотношений. Ну, скажем так, по крайней мере на ближайшие месяцы так это точно. Так, для тех, кто выбрал второй вариант, семерка мечей, что у них происходит в отношении. Да что происходит? Семерка мечей это карта двуличия, карта лицемера. Ситуация сама по себе, когда мужчина живет на две семьи и этим не гнушается. То есть по этой карте он в принципе не считает, что делать что-либо неправильно, либо некорректно, либо каким-то образом может обидеть одну из своих партнерш. И, скажем так, видимо, эта ситуация устраивает. Потому что по семерке мечей я могу сказать, что соперница знает о вашем наличии, что он не свободен. Но, тем не менее, развивает с ним эти взаимоотношения. Что у него в мыслях по отношению к ней? Император. Желание ее обладать, ставить ей свои условия. Желание также по-своему ее опекать. Потому что по императору, как правило, мужчина здесь старше. Любовница вашей, вашей соперницы. Навязывайте свою точку зрения. Иногда это проигрывается, знаете, как желание даже в чем-то быть ей своего рода как отцом, наставником, путеводителем по жизни. То есть он рядом с ней ощущает себя в полном смысле этого слова настоящим мужчиной. То есть она дает ему это ощущение, эту значимость, которой, возможно, ему не хватало во взаимоотношениях с вами. Что у него в них чувствах? Перевернутая девятка кубков. Но вот здесь, знаете, нет какой-то духовной составляющей, нет связи. Здесь только желание физических удовольствий, стопроцентный сексуальный подтекст. Но, видимо, она удовлетворяет его в этом плане. Но чувств однозначно здесь я не вижу. О чем же говорит все-таки подсознание? Перевернутый туз жезлов. Это ситуация, когда, скажем так, отношения поскольку, и энергия из них утекает. То есть у него уже нет желания, знаете, их продолжать, потому что люди своего рода как уже притерлись, он уже потерял вкус, потерял интерес. Она не дает ему новых красок, новых впечатлений и радости жизни. Скажем так, все, что она могла ему дать, он уже это взял. Поэтому, как, знаете, как использованный объект, она ему уже неинтересна. Но все же его действия в отношении нее. Тройка жезлов. Ну, сама по себе ситуация выбора, потому что здесь может проиграться, как наличие у него не одной женщины, то есть у вас и соперницы, а еще, как, знаете, как новые горизонты. Но по отношению к ней перевернутый туз чаш, однозначно. Он либо себе заведет новую мадам, но по отношению с этой уже все. Чувства себя и эмоции исчерпали, и он не видит возможности для продолжения этих взаимоотношений. Итак, для тех, кто выбрал третий вариант. Перевернутая девятка Пентакли. Что у них происходит на данный момент? Это ситуация, знаете, невыполненных обещаний, либо неосуществимых надежд. То есть кто-то кому-то чего-то наобещал и не выполнил. И здесь налицо ситуация ссор, конфликта и разногласий, когда люди не могут прийти к общему соглашению. Плюс однозначно здесь налицо физика, сексуальные подтексты, какой-то материальный интерес и, скорее всего, со стороны вашей соперницы. Что думает ваш мужчина по поводу второй женщины? Ну, вот смотрите, для него она либо является супругой, а вы, например, в роли любовницы. Либо для него эта женщина идеал, женщина эталон. Она очень яркая, она сексуально привлекательная. Эта женщина для него своего рода как эталон вот женщины-матери, женщины-супруги, женщины, которая играет роль мамы по нему. То есть, знаете, окружает его заботой, опекой и так далее. Ну и могу сказать, что в мыслях, ну, своего рода, знаете, как он очень сильно идеализирует. То есть, для него она такая суперфееричная женщина. Что у него в чувствах по отношению к ней? Пятерка кубков. А вот здесь сама по себе ситуация сожаления, потому что либо произошел разрыв, либо произошла потеря. Не знаю, возможно, они расстались, разругались, либо что-то еще на фоне этих невыполненных обещаний, которые падали по перевернутой девятке Пентакли. Но вот здесь, знаете, чувство покинутости, чувство горя, боязнь одиночества и боязнь, знаете, как быть брошенным, быть оставленным. Что в подсознании перевернутой тут с Пентакли? Ну, только физическое притяжение, потому что здесь он не видит с ней перспектив развития. Это, своего рода, тоже упущенные шансы. Это ситуация непонимания, это желание использовать друг друга и просто какое-то потребительское отношение к этой женщине. То есть приходите брать свое. То есть пришел, увидел, победил. Каковы все-таки действия будут в отношении нее? Семерка жезлов. То есть он все равно будет отстаивать свою позицию. Так, ну позицию, сейчас посмотрим, свою. То есть от нее обороняться, закрываться, либо позицию по отношению к ней, либо будет пытаться все-таки ее завоевывать у кого-то. Давайте посмотрим этот момент. Нет, все-таки будут отстаивать свои интересы, потому что перевернутый паш-чаш – это желание легких, ничем не обременяющих взаимоотношений, которые несут только легкость бытия, приятные моменты, времяпрепровождение, какие-то краткосрочные встречи, знаете, как в ресторане, на отдыхе, скажем так, с продолжением, с интимом, да, но не более того. То есть ему неинтересно совместное проживание с ней, ведение быта, ведение хозяйства и какие-то имущественные вопросы. Итак, для тех, кто выбрал четвертый вариант, что у них в отношениях на данный момент? Десятка жезлов. Но для обоих это, знаете, как и вместе сложно, и в росте жило. То есть они не могут определиться, стоит ли тянуть эту лямку или не стоит, потому что оба уже очень себя на этого устали и чувствуют, что близится развязка, только никто из них не может понять, к чему же они по итогу придут. Что у вашего мужчины по отношению к сопернице? Какие у него мысли? Звезда. Ну, по звезде это либо планы, надежды в отношении вашей соперницы, это раз. Во-вторых, женщина для него чаще всего проходит в мечтах, в каких-то планах, причем по планах долгосрочных. По звезде они могут быть, либо находиться на расстоянии, поддерживать отношения посредством интернета, либо какой-то, я не знаю, отъезд, разъезд, потому что звезда, она, как правило, символизирует отношения, которые поддерживаются посредством каких-то, не знаю, соцсетей, интернета, созвонов, переписок и так далее. Но здесь могу сказать четко, чувство у него, к ней есть, по крайней мере, он так думает, и по звезде он строит на нее, насчет нее далеко идущие планы. Потому что звезда – это воплощение той женщины, как, знаете, как путеводная звезда по жизни, которая ему дает либо мотивацию в чем-либо, либо толчок к переменам, причем к переменам качественным в его жизни. То есть женщина, от которой он черпает мудрость, энергию, не знаю, харизму, сексуальность и так далее. То есть она его открывает как личность, как мужчину. Что в чувствах по отношению к ней? Королева кубков. Но если это непосредственно она, то она сама присутствует в его чувствах. Если вы являетесь женщиной, представительницей водной стихии, то здесь чувства еще могут быть, остаться к вам, если же смотреть этот аркан не с позиции карт двора, да, какой персональный аркан. А в общем, то здесь идет ситуация влюбленности, эмоциональной привязанности, чувственности и какого-то вот духовного родства, желания гармонии. Что в подсознании перевернутый король жезлов. Но несмотря на все это, он ведет себя как мужчина-эгоист. Почему? Потому что отстаивает свои интересы, свою точку зрения. И на данном этапе он не готов нести за нее ответственность. Не знаю, каким-то образом связывать себя брачными узами с ней. Или же в целом все делать для того, чтобы отношения были стабильными и долгосрочными. Так, ну выпало само по себе колесо фортуны. Отношения кармические. То есть не все отыграно в их связи. Связь будет продолжаться до 100%. И его действия в отношении нее. Умеренность. Ну что я здесь могу сказать? Здесь в сочетании с колесом фортуны будут попытки найти тот баланс, ту гармонию, чтобы эти отношения развивать и вывести их на какой-то новый, более плодотворный уровень. Так, для тех, кто выбрал пятый вариант. Перевернутая девятка жезлов. Ситуация. Отбросить какие-то барьеры. Найти точки соприкосновения и понимания. Потому что здесь люди пытаются проработать какие-то невыясненные моменты. Между собой какие-то недосказанности, тайны. Вот все то, что отталкивало их друг от друга. Что у него падает в мыслях по отношению к ней. Так, ну сама по себе ситуация любовного треугольника. Осознание им этого факта. И для него могут проходить мысли, что все-таки соперница для него это неправильный выбор. Ну давайте посмотрим в дальнейшем. Что в чувствах? Шестерка Пентакли. В перевернутом положении. Это ситуация потребителя, когда мужчина готов только в этих отношениях брать и ничего не давать взамен. То есть любви здесь 100% нет. Что в подсознании? Перевернутый жрец. Лживые отношения. То есть мужчина лжет не только вам, лжет ей. Он ее просто использует, я не знаю, для самоутверждения, не знаю, эгоцентризма и так далее. Попыток самоутвердиться. Какие цели он преследует, мне сказать сложно. Может быть по перевернутой шестерке Пентакли. Здесь помимо физики, да, сексуального влечения, может проходить материальный интерес. Но все же, что у него в действиях по отношению к ней? Маг. Чувств нет, желание 100% манипулировать и использовать ее только в своих целях. Потому что маг это человек, который четко знает, что он делает, для чего он делает и как. Но здесь только для достижения каких-то своих конкретных целей, не более того. Для тех, кто выбрал шестой вариант. Перевернутый туз мечей. Ситуация накала страстей, выяснения взаимоотношений, ссоры и может быть даже разрыва взаимоотношений. Потому что перевернутый туз мечей сам по себе это ситуация, когда люди посредством конфликта пытаются расставить все точки над И. Но так как туз перевернут, это, знаете, резко может быть обрубить эти отношения. То есть уйти без объяснений. Что в мыслях у вашего партнера по отношению к сопернице? Четверка жезлов. Что она все-таки давала ему стабильность. И здесь может проигрываться, что все-таки это его супруга, а вы выступаете в роли любовницы. То есть здесь была стабильность, был комфорт, ощущение покоя, уюта и тепла. Что в чувствах? Перевернутая шестерка кубков. Здесь идет сама по себе ситуация ностальгии, желание эти отношения вернуть, какие-то воспоминания, причем воспоминания приятные, которые давали, ну, знаете, такое вот погружение в грезы, погружение в мечты. Что падает у нас в подсознании? Здесь ложится дурак. Но по дураку здесь может проходить желание обновить эти взаимоотношения, начать их с чистого листа, либо же, например, если это семейная пара, посредством рождения ребенка. По дураку очень часто так проходит. И что все-таки в действиях, в отношении нее? Здесь падает перевернутый рыцарь мечей. Но сама по себе ситуация проигрывается на данный момент, что мужчина ушел резко без объяснений, знаете, обрубив все связи, все контакты, не знаю, там, заблокировал в соцсетях и так далее. То есть мужчина просто вот ушел, исчез, уехал без объяснений и без каких-либо на том причин. Так. Ну, или у него однозначно это в планах будет проигрываться в течение ближайшего месяца. Так. Для тех, кто выбрал седьмой вариант. Здесь падает перевернутая сила. Ну, здесь сама по себе ситуация манипулирования. Здесь идет только желание обладать партнером, точнее партнершей. Желание удовлетворения своих каких-то сексуальных желаний, которые, например, партнер не мог реализовать с вами. И желание партнершу поддавлять. То есть тоже по силе часто проходит как самоутверждение за счет другого человека. Так. Что падает в мыслях? В мыслях у нас падает четверка мечей. Сама себе ситуация застоя, переосмысления, перезагрузки. Когда человек завешивает все за и против. А нужны ли ему эти отношения? И в целом стоит ли их развивать? И что партнерша в целом может ему дать? Как женщина. Что в чувствах? В чувствах падает солнце. Но здесь четко присутствует любовь. Иногда, конечно, по солнцу проходит сама себе ситуация эгоцентризма. То есть это, знаете, как раскрытие личности через вторую половину. Через обретенного человека, который дает стимул для роста, для развития. И, ну скажем так, новый старт в жизни. То есть, например, партнерша могла помогать связями, финансами. Либо в целом направлять мужчину в нужное русло. Что в подсознании у этого мужчины? Девятка мечей. Очень большие страхи по поводу того, что эти взаимоотношения нельзя будет развивать. Нельзя будет их восстановить. Каким-то образом, например, их вернуть. Потому что... Ну давайте посмотрим сначала по поводу чего страхи. Все-таки уточним. Страхи могут быть по поводу его, либо ее переезда. Потому что здесь падает восьмерка жезлов. Причем ситуация, которая развивается очень быстро. Человек с этим ничего не может сделать. Плюс двойка мечей, это так же ситуация двойственности. Указание на то, что у него есть альтернативная партнерша, то бишь вы. И он еще сам не знает, что же мы делать в данной ситуации. То есть, здесь пытается человек для себя решить, кто же ему все-таки ближе, кто же ему дороже. Итак, для тех, кто выбрал восьмой вариант. Здесь падает карта Луны. Ну, это ситуация обмана, ситуация измены. То есть, обманывает не только вас, обманывает ее. Причем по Луне здесь иногда может приходить сама по себе ситуация приворота со стороны соперницы. Потому что Луна, как правило, указывает на различного рода привязки. Так, секундочку. Что в мыслях у вашего партнера по отношению к сопернице? Здесь падает перевернутый паж мечей. Но это ситуация слежки, ситуация выяснения взаимоотношений, сбора информации касательно нее. То есть, человек хочет знать все. С кем она, где она, как она, если, скажем так, у него соперники и так далее. Ситуация каких-то подколов, взаимообвинений, упреков. Ну, и знаете, кстати, желание при помощи вот этих вот подколов возможно разжечь страсть. Потому что часто бывают такие мужчины, которые сами провоцируют конфликт для того, чтобы потом каким-то образом бурно примириться. Что в чувствах? В чувствах падает перевернутый паж жезлов. Это сама по себе ситуация, пустые хлопоты. То есть, он понимает, что напрасно с ней тратит время. Отношения, по сути-то, ему ничего не несут. Но, тем не менее, есть какие-то неотработанные моменты. Так, что в подсознании? Перевернутый дьявол. Ну, однозначно, я могу сказать, что здесь есть ситуация на нем приворота. Это во-первых. Во-вторых, по перевернутому дьяволу у него есть желание избавиться от этой зависимости. Только он не знает как, не может себе это преодолеть, не знает, что с этим делать. Но понимает, что все-таки это не тот человек, который нужен ему по жизни. И его действия в отношении ее перевернутая королева Пентакли. То есть, если это супруга, это желание эти отношения разорвать. Если это вы, женщина масти земли, да, то здесь перевернутая королева Пентакли. Это не желание эти отношения развивать. Почему? Потому что по этой карте он видит, например, в лице этой женщины, не знаю, вы это или супруга. Женщину такую склочную, алчную, неудовлетворенную в интимной жизни, с которой нет этого, знаете, этой гармонии. Помимо всего прочего, это женщина, которая несет какие-то ему разрушения, особенно в материальном плане, да. То есть, много требует ставить ему какие-то завышенные цели и рамки. Ну, и сама по себе ситуация, как правило, по перевернутой королеве Пентакли, разрыва взаимоотношений. Если это супруга, то здесь четко скандалы по поводу денег и за неумение вести рационально семейный бюджет. Если же это вы, то здесь сама по себе ситуация, когда мужчина хочет уже расставить точки над «и». Почему? Потому что вот падает перевернутая пятерка жезлов, это когда человек уже устал от борьбы, сложил руки и решил эту для себя ситуацию прекратить и раз и навсегда, либо пустить ее на самотек. Вот таким вышел у нас сегодня расклад. Не знаю, кого он порадовал, кого не очень. Делайте выводы, примите все точки зрения во внимание и примените касательно своей ситуации. Благодарю вас за внимание, буду признательна вам за обратную связь. До новых встреч! Продолжение следует...